здравствуйте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube сегодня я вам вынесу весь мозг потому что растение которое вам представлю вас очень и очень заинтересует ну сегодня я буду с папкой потому что информации столько сами знаете мозги уже не те значит речь пойдет о необыкновенных растениях про которые вы почему-то все время забываете это растение вам уже знакомое однажды я вам его уже показывала это скорционера правильно видите нечто такое черное либо темно-коричневая ну такие длинные палочки я не знаю что она вам напоминает мне она ничего не напоминает как тонкая редька цилиндра черная это растение скорционера она она правильно сказать совершенно необыкновенная вот смотрите значит его называют еще по-другому козелец испанский черная морковь черный или сладкий корень то есть растение съедобное ну во имя чего нужно мучиться сеять его выращивать если мы даже не знаем о чем она так хорошо а я вам сейчас расскажу вы знаете вот это растение приехало к нам из юго-западной азии и южной европы но повсеместно может расти в грузии и в азербайджане вот его стержневой корень может быть от 60 до 80 сантиметров представляете сколько радость это да не надо делать такие лица а знаете как его называли в древности и лечили его ели вернее если человека укусила змея и называли его змея душник здорово правда а кроме всего этого это растение как противоядие от змей она имеет в составе внимание сахариды пектиновые вещества причем сахаринов 20 процентов витамины c b1 b2 е и rr также в составе в большом количестве есть медь калий железо марганец фосфор цинк и кальций внимательно слушайте а еще в его составе 10 процентов и нулина это вам о чем говорит да если есть это растение то содержание сахара в крови медленно и верно будет идти на убыль причем здесь есть еще два вещества которые прекрасным образом действуют на наши органы это аспаргин и левулин иногда такие препараты выписывают отдельно и что они делают вот для больных сахарным диабетом у которых ну как бы да при сахарном диабете всегда что-нибудь не так в организме все органы начинают работать и сбиваясь со своего ритма вот этот аспаргин и левулин очень положительно влияют на работу сердца и усиливают работу почек растение на самом деле неприхотливая если вы посеете его рано весной то ну как обычно там в начале мая на глубину 2-3 сантиметра то в сентябре вы можете его уже собрать она прекрасно хранится и приготовив его в сыром виде надо вымачивать в солевом растворе потом натирать и добавлять какие-то блюда но вообще-то она тушится и варится и тогда приобретает вкус спаржи причем отличить для человека который не часто ест спаржу практически невозможно можно сеять и под зиму можно заставить его цвести и тем самым если под зиму посеять и уже на второй год растение даст свои собственные семена посеяли 10 растений для того чтобы семена были свои остальное посеяли весной для того чтобы получить вот такие корнеплоды и радоваться потом всю оставшуюся жизнь не забудьте называется это растение с карцанера на пачках написано козелец испанский черная морковь или черный или сладкий корень ну вот знаете очень много тут у меня написано я же готовлюсь к программам как вы понимаете значит использовать можно при работе сердца как обезболивающее и для того чтобы хорошо работал желудочно-кишечный тракт полезно при авитаминозе ожирение атеросклерозе малокровие ревматизме подагре и полиатрите ну и сахарный диабет само собой гипертония и заболевание печени пожалуйста вот делайте соусы тушите и варите и вы будете понимать что вам стало намного легче я надеюсь что вы меня услышали вот знакомьтесь с карцанера всего доброго вам и до свидания а